Всем привет, я Даня, The Box. Думаю, ни для кого не секрет, что совсем скоро выйдет девятый пак, который мы очень сильно ждем. Из-за отсутствия на русском сегменте информативных роликов о предстоящем девятом паке, мы решили в подробностях рассказать о том, что же нас ждет в The Господи, пак 9. Поехали! В этом паке, ну, в принципе, как и всегда, будет 5 игр, если не считать дружеский режим в бреднях. Кстати, не отходя далеко от бредней. Бредни 4. Уже четвертая часть всеми любимой франшизы про ложь, блеф и обман. По структуре игра не особо поменялась, как обычно 3 раунда, очки за каждого обманутого и за найденную правду. Но! Наши любимые JackBossGames уже анонсировали некоторую информацию под новым необычным рубриком. Самым главным нововведением являются видео-вопросы. Это когда вам показывают отрывок фильма и на его основе уже задаются вопросы. А также фан-вопросы от фанатов. К сожалению, их в последнем геймплее мы еще не увидели. Так что их подробности мы пока не знаем. Ну и, конечно же, новый финальный раунд. Теперь мы пишем одну ложь на два вопроса и выбираем два разных вариантов для двух лживых фактов. Вау! В этом раунде игроки из грязи могут в два счета пробраться в князи. Интересно? Ждем. Дальше. Камеранг. Помните Дом 2? Ну, ту старую передачу. Так вот, эта игра — это тоже самое, но только уже в стиле джекбокса. Вы жильцы необычного дома и у вас есть необычная роль. Вы можете стать подставным поваром или пьяным свинопасом, ну и так далее. Теперь вы можете отыгрывать эти роли. Или игнорировать их вообще. Здесь нет границ, что на мой взгляд обидно. В начале игры вам дают пять баллов. Игра идет на протяжении пяти раундов, идущих последовательно. Знакомство, связь, тайны, скандал и конец. В каждом раунде, кроме последнего, один из игроков выбывает из игры и возвращается другим человеком. Прощай, Женя, учитель истории. Привет, Жаня, ненавистник сыра. Реалити-шоу с долей ролевой игры? Я хочу в это сыграть. Дальше. Чепухистика. Профессор Чепухова, между прочим, доктор наук, считает, что каждый человеческий мозг способен открыть способность чепушному мышлению. Именно поэтому она разработала этот тест, где каждый подопытный будет рисовать бомбу, которая с вероятностью 60% взорвется. Или подопытный может написать название компании, в которой сотрудники на 6 из 10 хотят только денег. А в финале вам придется рисовать что-то между чем-то. Ну, например, на сколько процентов это кот, а на сколько процентов это тромбон. Вперед из песней! Старьопия. Думаю, вы обратили внимание на то, что вас превратили в лягушек. Но ничего страшного. Вам всего лишь нужно будет поучаствовать в магической экономической игре. Видите ли, старый волшебник Данила Чудила любит людское старье, но ненавидит скучные предыстории этого старья. Хм, иронично. Именно поэтому ему нужны вы. Сначала вы пойдете в волшебный магазин, чтобы купить какой-то хлам. После покупки вы дадите смешное имя своему старью и дадите ему несколько смешных деталей. И, наконец, вы будете представлять этот хлам на публику, чтобы поскорее продать и попытаться окупить свое творение. Постарайтесь на славу. Курсорт. На этом заводе вы, играя за роботов, должны отсортировать падающие блоки в верном порядке. Например, числа от меньшего к большему. Вперед! Также некоторые раунды будут осложнены такими вещами, как мусорные варианты, вторые попытки, запоминание ответов и прочее людское. Ой, то есть роботическое, конечно же. А я, кстати, упоминал о командах. Да, здесь будут две команды. Соревнуйтесь на доверие в курсорте. Как некоторые обратили внимание, этот пак получился специфическим. Облегченная графика для официальной локализации, уже использованные идеи, и мы многое другое. Но! Опять же, всех деталей мы не знаем, игра еще не вышла. Поэтому мы ждем ее релиза и наверняка в день релиза будем ее стримить. Также, если вы хотите поддержать наш SAE Studios перевод, то у вас есть для этого три пути. И нет, это не рейвы, водка и IT. Первое. Подпишитесь на наши соцсети и следите за новостями. Второе. Подпишитесь на наш Бусти. Денежная помощь нам тоже не помешает. И третье. Вы можете попасть в наш перевод «Бредний 4». Подробности насчет этого в комментариях. На этом все. Я Даня. Удачи. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok